Всем привет! Автоваз продолжает тестировать универсал Lada Vesta. Очевидно, практически пятидверка находится в стадии финального тестирования, перед тем, как будет запущено производство. Образец обклеен камуфляжной пленкой, которая скрывает значимые элементы дизайна автомобиля. Но в этот раз универсал предстал эксклюзовому в свете Lime. И кроме того, частичная камуфляжная пленка с автомобилем исчезла. В частности, впервые стали видны задние стекла автомобиля и, скорее всего, производственно-головная оптика. Кстати, выпуск универсала должны наладить ближе к середине этого года. Предполагается, что презентация машины пройдет немного раньше, так что, вероятно, российский сарай дебютирует в мае нынешнего года. Однако официальный производитель эту информацию пока не подтвердил. Как уже сообщалось, на данный момент идет заключительный этап подготовки предприятия Lada IJS к серийному выпуску Lada Vesta в кузове универсал. Подтверждением этому стал выпуск первой тестовой партии автомобилей, но уже с облеченным камуфляжем. Также продолжается и тестирование Lada Vesta Cross. Появились первые фото тестового экземпляра Lada Vesta Cross. К такому выводу можно прийти внимательно, рассмотрев фото на автомобиле увеличенный клиренс. Также он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме плавника. Еще одним отличием от ранее опубликовавшихся фото обычного универсала Lada Vesta стала иная форма заднего стекла. Выпускать универсал и его кросс-версию планируют с теми же моторами и коробками передач, какие будут доступны для седана. То есть машина получит вазовские двигатели объемом 1.6 и 1.8, мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, с механикой и романтизированной коробками передач. От обычного универсала в плане не кросс отличается немного большим дорожным просветом, накладками на бамперах и порогах, 17-дюймовыми колесами, а также специальным оформлением интерьера. Обвес защищает эмаль кузова на легком бездорожье. Увеличенный клиренс и более крупные колеса повышает внедорожный потенциал универсала Lada Vesta. О полном приводе говорить не приходится. Кросс ограничится электронной имитацией блокировки дифференциала. Стоит отметить, что в этом году автовар спланирует выпустить около 8000 универсалов Vesta. Этот объем, например, опорно распределится между обычной и кросс-версией. И, наверное, самая интересная и важная новость. Универсал Lada Vesta, а впоследствии и седаны, получат ряд новых опций. Итак, все-таки на Lada Vesta будут дисковые тормоза сзади. Автовар готовится выпустить на рынок универсал Lada Vesta и его кроссовую версию. Эти модели впервые за всю историю выпуска серийных автомобилей получат ряд новых технологических решений, отсутствие которых не лучшим образом сказывалось на конкуренции. Это задние дисковые тормоза. Сейчас весь модельный ряд бюджетников оснащается тормозами барабанного типа. Исключение составляет автомобиль от официального тюнингового ателье Lada Sport. Предполагается, что задние дисковые тормоза получат сначала кроссовую версию, а затем и универсал в обычном исполнении. После внедрения на автомобилях с этим кузовом, новинка может расширить перечень опций и все данные, но только в топовых комплектациях. Новая приборная панель и датчиком давления в шинах. С выходом на рынок универсалов Lada Vesta, перечень нововведений будет расширен за счет новой приборной панели. Такая сейчас ставится на автомобиле для европейского рынка и датчиком давления в шинах. Наконец, задняя дверь с кнопкой открывания. Пятую дверь автомобиля в этом кузове оснастят кнопкой открывания. Такое решение впервые было реализовано на Lada X-Ray. На старте производства Lada Vesta президент Автоваза уже озвучил предполагаемую цену универсала. Николай Мор заявил, что новая модель будет стоить около 800 тысяч рублей. Всем пока, счастливо!